Это растение называется Рео или Традесканция покрывальчистая. Одну из его отрезанных веток я поставил в банку с водопроводной водой для укоренения больше года назад. Вот это вот растение прожило больше года в этой банке. Чисто на водопроводной питьевой воде и на цианобактериях, которые прикрепились на ее корнях. Вот эта вот зеленая биомасса, это и есть эти цианобактерии. Фактически растение получало только воду, а азот для нее синтезировали нечистые цианобактерии. Остатки их можно наблюдать на стенках и на дне этой банки. Я немного забыл про него и оно высохло полностью, то есть испарилась вода. Но в то же время данная биопленка, которую сформировала данная цианобактерия, защищает корни от пересыхания и не дает этому растению погибнуть. Я сейчас собираюсь обновить это растение, обрезать вот эти вот увядающие засохшие листья и изменить питательную среду для цианобактерий. Соответственно и воду для растения на негазированную минеральную воду фирмы Моршинская. По своему PH и минеральному составу данная вода должна подходить для размножения цианобактерий. По крайней мере по моим соображениям. Мы проверим это экспериментально. Я обрезаю засохшие увязшие листья и вот этот засыхающий пропадающий листочек. Уже в нем смысла нету никакого. Он только может стать источником инфекции. Потому я обрезаю его ножницами и прижигаю спиртом это место. Теперь я просто добавляю Моршинской в качестве питательной среды. Я даже буду использовать новую баночку без наклеек, чтобы лучше было видно, что происходит с корнями. Я происследую какие цианобактерии остались на дне ее. Итак, я просто доливаю минеральной воды Моршинская к этому растению. И буду наблюдать под микроскопом, как себя чувствуют цианобактерии и как это влияет на растения. Колонии цианобактерии на данном растении уже натянули на себя влагу. Растению стало заметно лучше. Листья стали ярче и зеленее. Сейчас я собираюсь взять пробу воды для микроскопии. Для этого я средством для чистки очков промываю предметное стекло и тщательно обезжириваю его специальной фланелевой тряпочкой для чистки очков. Потом я беру механический микродозатор, настраиваю его на 35 мл. Одеваю наконечник и отбираю пробу воды вместе с водорослями. Я пытаюсь захватить пробу вместе с фрагментами водорослей. Плавно выдавливаю каплю. Как можно наблюдать, есть там. И вот так же само очень аккуратно протираю тоненькое покровное стекло. Обезжириваю его при помощи чистящего для очков средства. И готовлю образец методом раздавленной капли. Теперь я помещаю образец на предметный столик микроскопа. Нахожу интересующую меня точку сразу и переставляю объектив. При 100-кратном увеличении данного микроскопа я наблюдаю скопление тончайших микроскопических нитей. Затем из 100-кратного я перевожу в 400-кратное увеличение. При 400-кратном увеличении объект довольно трудно различим. Видно, что это очень тонкие нити. Теперь я собираюсь перейти к 1000-кратному увеличению. Для этого я буду использовать масло иммерсионное тип А. Я капаю небольшую каплю на тот участок, который собираюсь рассматривать. И после чего погружаю в эту каплю иммерсионный объектив. Что дает возможность мне разглядеть этот микроскопический объект в 1000-кратном увеличении. Даже при 1000-кратном увеличении данный микроскопический объект довольно трудно различать невооруженным глазом. Когда я использую зум своей видеокамеры, я могу видеть, что данный микроскопический объект имеет филаментарную природу, сегментированную структуру. Вполне может быть, что данный микроорганизм относится к цианобактериям, способным фиксировать атмосферный азот. Это и объясняет тот факт, что данное растение выживало в этой банке почти полтора года, исключительно на водопроводной воде, без никаких дополнительных минеральных, либо же биологических добавок. В следующем моем видео я собираюсь приготовить специальную питательную среду для азотфиксирующих цианобактерий. После чего выделить эти микроорганизмы в чистом виде, определить, таким образом принадлежат ли они к цианобактериям или нет. И если эксперимент мой будет удачным, нарастить биомассу данного объекта и попробовать использовать его в качестве биологического удобрения для других растений. Ставим лайк и подписываемся на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!